На конгресс приехало 100 ученых. Каждый выступил. Каждый читал свой доклад. После конгресса каждый из 100 ученых сказал, что ему понравилось 83 или больше докладов, которые сделали другие ученые. Про себя он учет говорил. Докажите, что найдутся 4 человека, каждому из которых доклады остальных нравятся. Повторяю, 100 ученых. Каждому нравится 83 или больше докладов. Но при этом так, если мне понравился чей-то доклад, то совершенно не обязательно ему понравится мой. Вот это как раз не обязательно. Доказать, что можно найти 4 человека, таких, что каждому из них понравились доклады всех остальных 3. Понятная задача? Что из 100 человек можно найти 4 человека, которые, что называется, полностью довольны друг другу. Помните мои репортации? Ах, какое блаженство, значит, что я совершенствован, да? Значит, что я идеал. Вот они четверо полностью довольны друг другу. Все понятно. Про свой доклад он не может сказать, что он плохой, он ему понравился. Нет, про свой доклад никто ничего не говорит, да? А, да. Если ему все понравилось, то значит, что понравилось 99, да? Это типичная задача на теорему Турана. Всего докладов 99, слушаю каждый человек, 83 или больше понравилось, это значит, что не понравилось, 16 или меньше. Значит, нужно себе представить картинку, когда из каждого человека 16 ядовитых стрел. Понятно, да? Ну, не ядовитых, нехорошее слово, 16 значков неодобрения. Согласны? Подумайте, что это означает. Есть граф, в котором, что в котором? Сколько в нем рёбок? Вот этих вот неодобрений, сколько? Да, а вот не делить. А вот не делить. Потому что здесь как раз симметрии нет. Если я кого-то не одобрил, то он мог не одобрить кого-то другого. Значит, вот этих вот рёбер неодобрения максимум сколько? Максимум 1600. Так вот, есть граф, в котором неодобрений, давайте я это так прошу. Неодобрений. Не больше, чем 1600 штук. Так, слушайте, а одобрения тогда сколько? 8300. Не слышу. 8300. А как это считать? Это надо взять в 7, правильно? В 7? Как взять в 7? 100 умножить на 99, ну, половину. Так? Это понятно? Понятно. И вычесть 1600. И вот неодобрений будет больше или равно? Считать надо. Давайте я вынесу 50 по столбку. 100 разделить на 2,5. И тогда у меня здесь будет 99 минус сколько? Поняли, да? 1600 это на самом деле 32, нужно 50. Так, 99 минус 32, это сколько? 60, 67, 67, 67 умножить на 50, 3350, 3350, да? 3350, отлично. Да, да, конечно. И вот у нас люди не меньше, чем 3350. А нам нужно идти 4 точек, которые не соединены. Наоборот, соединены. Это были одобрения. Вот если бы ребер было не больше, чем 1600, то тогда дадут было бы искать 4, понятно, да? Не соединенных, не одобрения. 5, не соединенных, не одобрения. А теперь осталось поменять теорию Катурана, и у нас все получится. Если в графе нет полного подграфа на 4 вершинах, то какое наибольшее количество ребер может быть? И как у него устроены доли? Можете посчитать или нет? Теперь вот теоретатура написана. Для конкретных чисел. Нет 4, это значит, чему равно ему? Да. Можно? Можно, конечно. Что вы не поняли зло, если ты не делаешь? А? И ему равно 4. Можете пойти посчитать? Нарисовать этот граф, посчитать? Сколько я там выкрую? Да. По теории этого графа. Если в графе нет полного подграфа на 4 вершинах, то максимальное количество не превосходит количество ребер у какого графа? Ой-ой-ой-ой, это надо усно считать. Чего? Н равно сотне. Сколько будет 100 разделить на 3? Уж как-нибудь усно посчитать? 30. Конечно, пишите. 33. 33. Так, а в другой доле сколько? 3. Еще если 101 и 101 разделить. Нет, 101 нельзя. У нас, Серега, ввершин всего 100. Надо разделить число 100 на 3 почти равных слагаемого. 33, 33, 34. Конечно, пишите. 33, 33, да-да, и 34. А вот тебе надо посчитать, сколько в такой графе ребер. Вот есть 3 доли, при этом точки из разных долей соединены, а точки внутри доли не соединены. Как считать? 34 на 33, 34. Конечно. 34 на 33, или 4 на 33, 33 на 33. Абсолютно верно. Надо просто посчитать такое выражение. Давайте здесь на чистом месте. 33 умножить на 33, плюс 33 на 34, еще раз 33 на 34. Между прочим, это не проблема посчитать. То есть можно 33 вынести за сколько? Больше чем 3300 рёбер не может быть. А мы насчитали, что их не меньше, чем... Сколько? 3350. 3350. Больше чем 3300. Всё, это есть решение. Да. Вы поняли? Сейчас. Разъем. Начну. Так, господа, давайте всё-таки от этого важного штука. Что у нас было? У нас были эти самые неодобрения, стрелочные. Мы сказали, что на самом деле фактически получается не больше, чем 1600 эти самые стрелочные. Это все понятия? А значит, рёбер, на которых нет стрелочных, их не меньше, чем всего рёбер минус 1600. Это понятно, как всё? Количество в дополнительном графе. Если в самом графе не больше, чем столько, то в дополнительном, наоборот, не меньше, чем столько. И посчитали. Получилось 3350. Дальше написали церемонтуралы. Максимальное количество рёбер в графе, в котором нет полного графа на четырёх решинах, оно вот такое. Да, только там 101, мне кажется, что 33 плюс 3400 плюс 3600. Ах, вот вы меня обманули. Да, я говорю, что 101. Обманули? Вынесли, когда 33. Что получилось? Поняли, да? 33, 33 и 37. То есть 33, 34 и 34. Это 101. Здесь получилось 3333. Спасибо, это важно. Пусть иначе была ошибка. А это меньше, чем 2350. И вот теперь наступаем. Спасибо.